Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. И сегодня я делаю по вашей просьбе видео о том, что понравилось мне за весь прошедший год на сайте Афер. Следующая шикарная совершенно фирма американская – это Jason. Славятся они тем, что производят много довольно средств с витаминами Е и С. В данном случае это крем с витамином Е 25000. Здесь дозировка. Вначале я использовала крем от Derma A с меньшей дозировкой, точно так же, как и кислоты. Он сильно обновляет кожу, однако после него нет такого сильного шелушения, как от кислот. Сейчас я использую этот крем не каждый день, так же, как и кислоты, не каждый день, но он шикарно впитывается, шикарно. Тем, кто хочет обновить, вот так вот мягко обновить верхний слой кожи, я очень советую вам попробовать этот крем. Он огромный просто. 113 грамм, он просто гигантский, его хватит надолго-надолго. Он очень густой, его нужно совсем немножко. У него практически нет никакого аромата. При том, что он вот такой, прям как баттер, он прекрасно съедается кожей, и действительно на него потом сверху я могу что-то еще нанести, но, возможно, если у вас жирная кожа, вам будет этого достаточно. Но это прекрасное обновление. Вот его как раз можно и на зону шеи декольте. Он не агрессивный, опять же, под глаза нет. Обратите также внимание, у них есть шикарный серум с витамином С. Я несколько раз его приобретала. Вы у меня спрашивали о том, какие средства с витамином С я использую. Вот этот серум я с удовольствием использовала. И даже на зону шеи декольте, который у меня очень реактивный, я прекрасно его наносила, у меня не было никакой аллергии. Но ощущение того, что кожа становилась свежей, более подтянутой, было. Это было очень приятно. Я обязательно буду приобретать еще этот серум с витамином С. Есть еще тонер, я оставлю вам ссылку на страничку с косметикой Джейсон. Посмотрите, пожалуйста, возможно, вы что-то полезное для себя там тоже найдете. Компания No Solutions производит и витамины, и различные вот такие полезные средства, типа назальных спреев натуральных. Вот он. Он мне очень-очень нравится. Он убирает заложенность носа. Он немножко с ментолом. Ощущения прекрасные. Здесь довольно большой объем. Он часто появляется в пробных товарах. То есть, в тех товарах, в которых снижена, снижена цена, в районе что-то 50-100 рублей они стоят. Они большого нормального объема. У них хорошие сроки годности. Просто это такой вот бонус, который iHerb предоставляет всем, кто сделал товар на определенную сумму. Конечно же, сыворотки. Чудесные увлажняющие сыворотки. Но Солюшенс, обратите тоже на них внимание, они прекрасные. Они легкие, они быстро впитываются. И они поддерживали мою кожу в течение вот теплого времени года. Кстати, очень бюджетный бренд, доступный, с очень хорошими составами. Итак, следующий чудесный бренд я использую с огромным удовольствием. Для меня это тоже открытие. Это Madre Labs. Вот так выглядит логотип. Если вы что-то не увидели, не волнуйтесь, загляните в описание. Я все ссылочки вам оставлю. Прекрасный боди-ойл. Специальная технология сухого масла, которое легко впитывается. Прекрасно увлажняет вашу кожу. Вот такой вот чудесный цитрусовый микс. Миксов там много. Продаются они очень часто по сниженной цене, потому что это бренд iHerb так называемый. Поэтому они их очень так продвигают активно. И все время есть скидки. Третья моя баночка я с удовольствием использую. Через 5 минут примерно можно сразу же надевать одежду. И все, ваша кожа увлажнена. Можно использовать на лицо, на тело, куда угодно. Действительно очень экономично. Здесь 118 миллилитров. Я покупаю его постоянно. Но очень-очень бюджетно. Загляните на страничку, посмотрите, сколько оно стоит. Вы удивите. Это шампунь, который делает более плотными волосы. Специально приобрела его, потому что у меня очень тонкие волосы. Я сейчас занимаюсь восстановлением. Кому интересует, как я это делаю, какие аппараты я даже для этого использую. Посмотрите, пожалуйста. Оставляю вам тоже ссылочку на видео. Би-комплекс плюс биотин. То есть, это полный комплекс витаминов В. Сейчас я заказала такой же кондиционер. И надеюсь, что в тандеме они будут гораздо сильнее действовать. Мне они нравятся. Кто-то писал мне из вас, что очень сушит кожу. Мне не сушит кожу. Головы чудесно я себя чувствую. Шампунь я советую вам попробовать. Возможно, он вам тоже понравится, как и мне. Сейчас пару слов о кистях. Я с удовольствием приобретаю все их на iHerb. Вот у меня есть кисти от Real Techniques. Очень качественные, хорошо набитые, плотные. Прямо прекрасно моются. Мягкие. Никаких проблем с ним не возникает. При нанесении скульптора я их использую. Эта же кисть прекрасно наносит бронзер на все лицо. Шикарная, мягкая, плотная и очень-очень бюджетная. Посмотрите, пожалуйста. Оставлю вам тоже ссылочку на страничку Real Techniques. Очень-очень хорошая кисть. У меня есть все практически линейки этих кисточек от Eco Tools. Real Techniques замечательные, мягкие. Есть натуральные, есть ненатуральные. Миллиард тоже вариантов, как и в Real Techniques. Они еще более бюджетные, чем в Real Techniques. Они мягкие, приятные. Вот такую кисточку я использую для пудры. Но у меня просто их миллион различных. Также ей можно наносить румяна. Вот этой кистью я наношу только румяна. Либо такую вот пудру, которую я хочу нанести совсем тонким слоем. Потому что она не сильно набитая. Вы видите, да, она такая более пушистая. Вот эти кисти абсолютно не уступают никаким супер-супер дорогим кисточкам. Собственно, благодаря вот таким вот возможностям приобрести такие бюджетные, очень качественные кисти, которые отлично моются, кстати, и которые прекрасно высыхают моментально, да, я не собираюсь приобретать никакие дорогие кисточки. Мне этого хватает. Переходим к косметике, которая мне очень нравится, очень бюджетная. Я даже делала о ней отдельный ролик. Это косметика от Эльф. Почему показываю кисточку? Потому что и кисти у них тоже очень неплохого качества. Есть они мягкие, они под разные цели. Вот этой можно наносить тональное средство. Можно пудру минеральную, что я, собственно, и делала. И замечательно продаются они, видите, в брашерах, что очень удобно. То есть в колпачке. Очень люблю тональное средство от Эльф. Вот эту парочку суперстойких консилера и тонального средства, которые вообще не имеют в своем составе никакого масла для жирной кожи. Обратите на них внимание, те, у кого все плывет и ничего не держится на лице, вот эти средства не содержат масла, они oil-free. Стоимость всех этих средств от 100 с небольшим до 300 рублей, не более. То есть это очень-очень бюджетное средство. Вы присмотритесь к ним, они очень хорошо пигментированы. Именно вот эта вот линейка квадратная такая вот упаковочка, да, стеклянная. Как вы видите, у них есть помпы. То есть вот так, глядя на это средство, вообще не скажешь, что оно бюджетное. Покрытие отлично, для меня суховат, поэтому я сюда добавляю масло, честно говоря. Но, в принципе, летом, если все-все-все вокруг плывет, очень жарко, и мне нужно на какое-то мероприятие, я буду, естественно, пользоваться только ими. Прекрасный консилер под цвет абсолютно кожи. Слегка имеет такой легкий лососевый оттенок. Он такой полупрозрачный. Он замечательно закрепляет корректоры под глазами и просто самостоятельно может наноситься, если вам нужен полупрозрачный незаметный макияж. С другой стороны, у него был хайлайтер такой же кремовый, как вы видите, он у меня уже закончился, потому что он в моем проекте используют по максимуму. Кто не знает, что это за проект, смотрите, пожалуйста, вот здесь, наверху. А что могу вам сказать? Вот таких консилеров я, честно говоря, давно не встречала, которые не забиваются в складочки, которые не сушат кожу под глазами. Вот абсолютно возрастной вариант консилера, который не будет делать вам дополнительные морщины. Что я видела, честно говоря, только в Эльф. В самой бюджетной косметике американской мечте, как я ее называю, которую я только могла себе представить. Да, это пудра специально для зоны вокруг глаз. Вот такая малышка. Но вы знаете, она у вас так долго будет жить, ее нужно буквально вот пылинка одна на кисточку и закрепить ваш консилер под глазами, если, конечно, вам это требуется, если вы нормально переносите пудру под глазами. Вот она специальная малышка за 100 с небольшим рублей. На херп вы можете приобрести ее, с удовольствием пользоваться. Она имеет очень приятный такой отцвет на коже. И действительно, с этой тонкой вот такой валькой прекрасно держится консилер под глазами. Вот эти самые кремовые тени настолько шикарно, легко распределяются. Они дают такую приятную дымку цвета какао. Они подходят под все абсолютно оттенки глаз. Это чудо, но это так. Сейчас они у меня на глазах, как и вся косметика Эльф, которые я вам сейчас показывала и буду еще показывать. Все это у меня на лице. Сейчас они у меня как подложка под все остальные тени, какие я покажу вам дальше. Они очень легки в применении. Они не требуют какого-то специального навыка. Я наношу их просто пальчиком на центр подвижного века. Дальше чуть-чуть разношу складочку, кисточку, убираю лишнее. Все. И дальше, в принципе, макияж может быть уже готов. Просто подчеркиваете реснички и можете уже выходить. Вы можете использовать их как на базу, так и без базы. Они сами прекрасно-прекрасно держатся. Следующие две абсолютно одинаковые коробочки. Одна из них пудра. Транспарентная такая, вот полупрозрачная. Немножко корректирующая даже, я бы сказала. И вторая – это бронзер. И то, и другое сейчас у меня на лице. Хорошее большое зеркало. Как вы видите, все упаковки отличные, прекрасно открываются. Сейчас у меня этот бронзер на лице. Более темный цвет я использую вот сюда в качестве контурирования. А далее просто смешиваю все остальные цвета и наношу в качестве бронзера. Прекрасные. Это шиммерные немножко оттенки. То есть этот макияж у вас будет праздничный. Далее, что я делаю? Мне очень нравятся эти оттенки. Я использую их как тени. Светлый цвет во внутренний уголок глаза, темный цвет во внешний уголок глаза. И вот этим более ярким, таким вот рыженьким выделить складочку века, как сделала я сейчас, то у вас получится очень даже хороший макияж. То есть тут вы просто экономите. Вы покупаете и бронзер, и тени в одном. Вот этот самый светлый прямоугольничек можно использовать как хайлайтеры под бровь и просто в качестве хайлайтера на все лицо. То есть в одной бюджетной палетке вы получаете все продукты для лица одновременно. Это, по-моему, очень-очень здорово. Пудра, как вы видите, разделена на ячейки, но по сути особого оттенка какого-то они не дают. Она транспарентная, то есть она полупрозрачная такая. Прекрасно закрепляет макияж, она отматирует зону Т хорошо очень. Ну, а в принципе, для тех, у кого жирная кожа, действительно она подойдет и на все лицо. Я сегодня нанесла ее только на зону Т, и мне этого вполне достаточно. Мне нравится эффект, ее не сильно видно на коже. Она как-то не уплотняет макияж. Мне нравится вот такой результат. Естественно, сейчас я нанесла ее чуть больше, потому что снимаю видео, а камера съедает практически весь макияж. Сейчас эта пудра очень подходит, она мне нравится, и она действительно бюджетная. 100, что-то в районе 200 рублей она стоит. Хорошее зеркало, единственное, что к ним не прилагаются спонжи и кисточки. Но этого уже достаточно, что тут так много продукта и такая небольшая цена. Ну, и, конечно же, румяна. Вполне возможно, вы услышите это не от меня одно, действительно шикарная румяна. Они дают некоторый отцвет, то есть они все сатиновые. У меня этот цвет Twinkle Pink, такой вот персиковый. Не знаю, могу ли я его когда-нибудь использовать. Здесь тоже очень много продуктов. Здесь такой легкий шиммер есть, на щеках его не видно. Он придает, ну, такой здоровый отцвет лицу. Сейчас они у меня на щеках. Я не вижу никакого, абсолютно никаких блесток. Кстати, смотрите, какая симпатичная упаковочка. Я считаю, подарок тоже красивый. Если вы кому-то хотите подарить маме, бабушке, подружке, не хотите тратить много денег, то, в принципе, можно дарить косметику Эльф, если, конечно, вы знаете вкусы вашей подруги. В общем, это совершенно бюджетная косметика, но, на удивление, хорошее. Ну, и хайлайтер. То, что у меня сейчас, то есть у меня сейчас полностью макияж выполнен продуктами Эльф. Практически все. Вот Эльф, сейчас покажу еще кое-что. Хайлайтер действительно очень красивый. Видите, такого очень необычного цвета шампанского. Красивый. Его довольно много. Он такой запеченный. Дает очень красивый такой вот отцвет. Наносила его на щечки буквально каплю. Вот чуть-чуть на галочку над губой. Мне он очень нравится. Точно так же, как и бронзер, его можно использовать в качестве теней. Ну, и теперь два последних средства, которые тоже сейчас на моем лице. Да и первая, конечно же, моя любимая, прекрасная пудра с очень хорошим покрытием. Это пудра от Physicians Formula. Красивая упаковка, двойная. Внизу находится еще кисточка, очень качественная. Кстати, хорошая. Ей удобнее делать скорее контурирование, нежели наносить пудру. Пудра сама по себе ложится как тональное средство. То есть сегодня, как вы видите, я наносила его без тонального средства, просто на увлажненную кожу. То есть вначале я скорректировала область под глазами с помощью консилера. Потом нанесла на все лицо вот эту самую пудру. Как вы видите, она дает очень хорошее покрытие. Ощущение такое, что у меня тональное средство, да, на лице. Но на самом деле нет, у меня ничего такого нет. Только вот эта пудра. Кстати, она не сушит, она дает прекрасный, холеный такой блеск, похожий на блеск метеоритов. Вы не сможете с ним ошибиться. То есть как бы плохо вы не делали макияж, если даже вам 15 лет, все равно прекрасно нанесете этот тон на лицо. То есть фактически я считаю, что это вот как тональное средство. Для меня это шикарный вариант на лето. Либо для быстрого такого вот макияжа, когда я не хочу пачкать руки, когда я могу просто взять кисточку и бжик-бжик-бжик, и все быстро, замечательно сделать полный макияж лица. Ну и, конечно же, моя любимая база под тени. В основном я использую под тени другие тени, да, те, которые есть у меня в коллекции, потому что сейчас я вот свой веду проект использовать по максимуму. Но, в принципе, у меня есть замечательная база, которую я также использую иногда с большим удовольствием. Действительно, эта база очень тонкая, она незаметная, она очень приятная. Это Etude House. Могу сказать, что на этой базе тени держатся очень долго, и все отлично тушуются. Ну и посмотрите, какая красота, какая красивая эстетичная упаковка. Опять же, все это waterproof, то есть это водостойкое все. И если вы не хотите наносить макияж, просто хотите выровнять цвет века верхнего, то никто даже не заметит, что вы что-то сделали, потому что она полупрозрачная. Она дает очень естественный тон, под кожу подстраивается, то есть вот как CC-крем. Вот знаете, такой CC-крем для век. Так что, если вы не любитель ярких макияжей, вы просто хотите сделать лицо более свежим, благодаря вот этим двум средствам у вас будет великолепное свеженькое лицо абсолютно без макияжа. Ну что же, это было мое видео о том, что мне действительно очень нравится, то, чем я хотела бы с вами поделиться. Что ж, спасибо большое за то, что вы были со мной сегодня. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!